Здравствуйте! В эфире программа «Знак вопроса». Выпускные экзамены в школах и выбор жизненного пути для молодых – очень ответственная пора. Куда пойти учиться? Какую сферу выбрать? Что сегодня актуально? Это первое сложное и ответственное решение, стоящее перед выпускниками, которое впоследствии повлияет на судьбу и всю дальнейшую жизнь. К сожалению, не всегда выпускники при выборе, куда поступать, руководствуются здравым смыслом, пытаются проанализировать текущую ситуацию в обществе и потребность в кадрах. Иногда решение принимается под влиянием друзей или родителей. Для многих выбор, куда пойти учиться, так и остается не сделанным до самого выпускного вечера. Вопрос этот сложен, но уходить в него не стоит. В большинстве случаев выбор будущей профессии создает столько проблем по причине недостаточной информированности выпускников. Мы решили восполнить этот пробел и пригласили в нашу программу ректора Современной Гуманитарной Академии, кандидата социологических наук профессора Али Атабиева. Здравствуйте, Али Хакимович! Али Хакимович! Али Хакимович! Али Хакимович! Итак, уважаемые телезрители, сегодня мы работаем не в прямом эфире, а в записи. Поэтому все вопросы, которые вас интересуют о высшем профессиональном образовании, и в частности обучении в Современной Гуманитарной Академии, вы можете задать по телефону, которые в течение нашего эфира будут на ваших экранах. Али Хакимович, вот говоря о состоянии сегодня высшего профессионального образования в нашей стране, какие изменения за последний год, что мы с вами не встречались в эфире нашей программы, произошли в высшем профессиональном образовании, каким вузам сегодня можно доверять, и каким специальностям обучают в вашем вузе? Ну, основное, это вот сегодня люди поняли, что трудоустройство, это, конечно, специальность, и потянулись к информатике и вычисленной технике, психологии, но и традиционная, конечно, экономика, юриспруденция. Есть вопросы интересные по туризму, люди понимают, что кластеры туристические будут открыты все-таки у нас, вот. А остальные специальности идут, как обычно. Что касается нового, если вы имеете в виду в законодательстве новой редакции, то принципиальные вопросы, они сохранены. Сохранено отношение к негосударственной сети образовательных учреждений, сохранена возможность сочетания государственных отношений и договорных, это госвузы, платные и бюджетные места. Сохранилось отношение и развиваются дистанционные технологии, семейное образование. Но вот как новое, я не знаю почему, упускается в законодательстве понятие начальная профессиональная подготовка. Появились новые термины, касающиеся дистанционных технологий. Пункты обучения, центр доступа, электронная база данных, досье, электронная библиотека и так далее, и так далее. Появился новый конфликт интересов педагога. Имеется в виду, что здесь репетиторство как таковое заканивается, скажем, разрешается учителю вести с одними и тем же учащимися и по расписанию работать, и в то же время... И дополнительно в неурочное время. Одним словом, страна понимает, что это есть, так на это идут. Значит, серьезное обращение, обращено внимание серьезное на вопросы работы с детьми инвалидами. Значит, уточнены моменты работы в местах заключения свободы, так сказать, перемещения, пенитенциарная система. Значит, есть работа, позволяет вот этот момент, позволяет, скажем, ну, к примеру, мама находится с ребенком дома в отпуске. Кто-то не может отпрашиваться с работы, кому-то неудобно оставлять работу, идти в отпуск и так далее. Какой-то график строгий не может соблюдать и так далее. Вот сегодняшние изменения, которые с 1 сентября вступают в силу, они дают возможность вот свободно использовать современные технологии. А вот даже в названии вашего вуза содержится слово «современные». Вот какие современные методы обучения используются именно в вашем вузе? Ну, мы с первого дня планировали и работаем по дистанционным технологиям. Мы первыми, кому в стране разрешили в полном объеме работать по дистанционным технологиям. Ну, вот на сегодня, смотрите, лекция в записи. Ведущие специалисты страны на конкурсной основе записали лекции. В процессе лекции задаются вопросы. Каждые 5-7 минут задается вопрос. То есть студент находится в напряжении. Если на более половины ответы неверны, лекция не засчитывается. Лекция не засчитана, на тесты не допускается. Тестов нет, экзаменов нет и так далее, и так далее. То есть сегодня программа сама позволяет и следить за успеваемостью, делает сама переводные приказы. Одним словом, мы заменили биологического робота, если так назвать, человека, на механические, на интеллектуальные программы, на роботы, на современные технологии. Вот весь прошлый год в стране очень бурно обсуждалась проблема эффективности и неэффективности высших учебных заведений Российской Федерации. Вот современная гуманитарная академия, ваш ВУЗ, он эффективен на сегодня? Ну, что касается негосударственных ВУЗов, в плане пока определение эффективен, неэффективен, но число желающих учиться, и те, кто у нас учатся, и не однажды приходят учиться, наверное, это о чем-то говорит. Теперь взять любое производство. Вот меня, например, абсолютно не устраивает та оценка по те факторы, по которым оценивалось какое-то учреждение, организация образовательная. Если взять производство, любое, никого не волнует, работают ли там иностранцы, а есть ли у них переведенные на иностранный язык инструкции какие-то, есть ли площади какие-то суперсовременно оформленные и так далее. Волнует один вопрос, единственный. Продукция, она востребована или нет? Если люди идут и учатся, ну, значит, востребована. А сегодня, вы сами сказали, что на сегодняшний день 326 тысяч выпускников. Это же говорит само за себя. Вот недавно ваш ВУЗ отметил 20-летие деятельности. Очень много известных людей в стране, политиков, общественных деятелей, в том числе депутатов Госдумы, поздравляли вас. Скажите, откуда они знают о существовании вашего ВУЗа? Ну, во-первых, здесь надо сказать о том, что мы 17 лет были одними из первых, кто участвовал в эксперименте по развитию дистанционных технологий. Все эти годы наша работа проверялась, оценивалась, делались какие-то поправки, замечания. И потом эксперты многие дали положительные заключения. Что касается федеральных структур, то они сами не однажды на базе нашей, с помощью наших технологий и технических возможностей проводили крупномасштабные мероприятия и сами убедились в том, что все это имеет право на жизнь. Вот так. А вот сегодня студентов интересуют помимо профессиональных навыков, которые они получают в данном ВУЗе, и сам процесс обучения, студенческая пора, возможность общения со своими сверстниками, общение по каким-то интересам. Вот какова воспитательная работа в вашем ВУЗе и как вот со студенческой жизнью? Ну, мы активны во всем и вся. Есть даже своя футбольная команда немалоизвестная в республике. Но вот говоря о дистанционных технологиях, это не значит, что исключается человеческий фактор как таковой. Нет. Отдельные виды занятий, это примерно 30% от 100, проводятся по традиционным формам. Значит, есть общение, есть общие интересы. Самая обычная студенческая жизнь, и студенты активны, они молодцы. Ну, что можно сказать? Студент есть студент. А есть ли у них возможность стажировки за рубежом? Не просто возможность стажировки. У нас есть десятка-два центров наших совместных и отдельных ВУЗа, которые расположены за пределами даже СНГ. Значит, есть контракты Англии, контракты Венгрии. Сейчас ведутся переговоры с Турцией, с Египтом, с прибалтийскими государствами совместные проекты делаются. Так что проблем здесь нет. Вот специалисты утверждают, что уровень профессиональной подготовки преподавательского состава в ВУЗах немножечко сейчас вызывает беспокойство. Что это, некоторые это связывают с тем, что молодые кадры пришли в ВУЗы работать. Некоторые с тем, что на преподавателя серьезно возросла нагрузка. Вот какой педагогический состав в ВУЗе, какая научная работа ведется в ВУЗе и как часто ваши преподаватели могут повышать свою квалификацию за пределами республики? Ну, я говорил о том, что мы подвергались все время каким-то проверкам, экспертизам, а значит, один из моментов повышения квалификации не соблюдать мы не могли. Минимально раз в год есть стажировки, есть определенные к этому требования утвержденные, мы их исполняем, безусловно. Но вот что касается кадров в целом педагогических, мы не традиционный ВУЗ, и наши кафедры, они деканаты экстерриториальные, то есть расположены вне территории, где проходят занятия. Одним словом, не только представители Нальчика, и никоим образом не большинство нальчан работают с нашими студентами. Они представители Москвы, ведущих ВУЗов, ведущих научных центров каких-то на конкурсной основе записанной лекции. Вот иногда говорят, что лекция вживую и в записи, что она по-разному воспринимается. Ну, пожалуйста, Пятый канал культуры показывает лекции академиков. Они-то доходчивы нам всем. Технологии сегодня, они не имеют границ. Поэтому, и что я хочу сказать. Любой лектор имеет 45 минут времени урок. У него есть план. Он отчитал и ушел. Повторить эту лекцию студент не имеет возможности. В наших условиях сколько угодно раз можно повторить, сколько угодно раз протестироваться. А еще интереснее, мы идем к тому, что будут в форме штудирования каких-то видов занятий какие-то проходить. Самое простое, вопрос-ответ, идентификация. Сам студент сдает или не сам. Пусть это будет по голосу определение идентификация проходить. Или по зрачкам, как угодно. Но мы идем к этому. Вопрос, пять секунд начинается ответ. Если нет, идет дальше программа. Вот и такое будет. А вот кто ваш потенциальный абитуриент? Это выпускник городской школы или сельской? Или вы не делаете различия? Мы такого анализа, в общем-то, не проводили. Но, учитывая, что мы имеем во всех районных центрах практически свои представительства, в общем-то, я думаю, наверное, 50 на 50. А здесь я, например, противник того, чтобы говорить, кто-то подготовленнее, какая-то школа лучше, еще что-то. Как и в вузах. Стандарт один. Подходы одни и те же. Требования одни. А дальше каждый должен проявиться, каждый должен... Каждый ребенок берет столько, сколько он может в себя вместить. Есть случаи, когда и медалисты отчисляются. А есть, когда плохо говорил по-русски, пришел и с отличием заканчивает. Это все зависит от индивидуальных каких-то не только способностей, но и желания. А принимают ваш вуз по результатам ЕГЭ или же живые экзамены? На все вузы страны распространяются одни и те же требования. То есть, выпускники после девятого года должны по результатам ЕГЭ зачисляться. Все остальные, значит, они идут по форме тестов, сдают экзамены. Уважаемые друзья, коллеги, поздравляю с 20-летием Академии. 20 лет – это возраст зрелой юности, но за эти годы вы прошли уникальный путь дистанционного обучения и подготовили десятки тысяч специалистов. Дорогие друзья, вашей Академии 20 лет. Это юбилей, это праздник. Вы подготовили 300 тысяч специалистов, которые работают по всей нашей стране. Ваше отделение есть по всех частях нашей страны и за рубежом. У вас прекрасный преподавательский состав и хорошо подготовленные студенты. Дорогие друзья, у вас сегодня знаменательная дата – 20 лет. Это практически маленький юбилей. А для современных учебных заведений это вообще достаточно большой срок. Все, что сегодня делает современная гуманитарная академия – это перспектива дальнейшего развития человечества. Мы желаем вам дальнейшего процветания, всем благополучия и здоровья. Думайте о качестве и думайте о стране. СГА помогает сделать людей законопослушными. Это очень важно. СГА дает возможность людям, которые оступились, начать другую, новую жизнь. Очень хотелось, чтобы ваши выпускники были прекрасными специалистами и нашли себе работу по душе. Одновременно хочу пожелать вашему коллективу дружной и слаженной работы во имя самых светлых идеалов, над которыми гуманистическая мысль работает уже многие столетия. Вот по словам министра образования Ливанова, 20% государственных и 30% негосударственных вузов должны быть сокращены, ваше мнение. Я хочу сказать, что это коснется не 20% вузов, коснется 30% делались расчеты, анализ проводился, и 50% их филиалов. По расчетам негосударственных вузов, значит, 50% филиалов и до 80% филиалов негосударственных вузов запланировано. Но даже называется цифра, 900 тысяч человек будет сокращено. Ну вот смотрите, идя к доведению уровня заработной платы педагогов до средней по региону, получается так, что сокращается ставок в высшей системе образования. Значит, 44% — это 300 тысяч, 30 с небольшим процентом в СУЗах и 20% в школах. В школах это 90 тысяч. Вот цифры. И здесь я могу дальше еще продолжить разговор дальше о бюджетных местах. А в вашем ВУЗе, у вас же платный ВУЗ, может ли быть такое, что бюджетные места, ну или для детей там сирот, или же для детей с ограниченными физическими возможностями, вы можете сделать такой жест каждый год, несколько хотя бы бюджетных мест? Мы по закону не можем за счет средств одних обучать других. Но есть программа, по которой занимаемся, работаем и думаем, что какие-то фонды, что-то из бюджета и так далее. Вот эти задачи стоят. Был разговор о том, что, в общем-то, одинаковые должны быть подходы во всем. Не только стандарт спрашивает, но почему, если наши технологии, как ни что лучше, подходят к тому, чтобы работать с инвалидами, людьми, ограниченными возможностями здоровья, так, почему именно с нами не связаться и нас не финансировать? Зачем надо искать что-то новое, изобретать? Здесь все сделано, все опробировано. А вот у вас есть один контингент, люди, которые сейчас находятся в местах не столь отталенных, как говорится, да? Вот на какие средства вы работаете с такими людьми? Значит, пенитенциарная система, так называемая, Мы там работаем с лишенными свободы перемещения. Значит, в Нальчике, в республике мы начали работать с прошлого года. Нас, можно сказать, обязали, потому что с пятого года есть УФСИН России и наш ВУЗ, головной офис договоренности работы там. Значит, для них делаются скидки из-за того, что учреждение берет на себя тепло, светло, площади. И вот ряд вопросов. Значит, примерно процентов 30-40 от того, что для Москвы требуется, вот им делаются скидки. В общем, взяли ВУЗ половину расходов на себя, половину расходов берет на себя, значит, тот, кто имеет желание учиться. Родственники, родители. И таких, кстати, немало. Ошибки совершаются не всегда злостные. Есть истории, когда кто-то аварию совершил. Есть студенты, пятикурсники встречаются. И потом в этой системе есть работающие, не обязательно, чтобы осужденные имели возможность, но и специалисты работающие. В нашей республике более 2600 заключенных, осужденных, и примерно столько же сотрудников. Почему нельзя проводить на их территории обучение? Простое. Ведь что дает это самое главное? Проведенные эксперименты по Самаровской области, значит, уменьшается рецидив, то есть повторное совершение правонарушений, доводится до 30%. То есть больше половины, значит, человек смог ресоциализироваться в обществе. Он имеет при этом возможность, как хорошо ведущий себя, досрочное освобождение на это претендовать. И потом, он приобретая специальность, он может легче найти себе работу. Адаптироваться потом. Адаптироваться. Адаптироваться в жизни. Вот последние несколько недель бурно обсуждается вопрос отставки министра образования. И до этого, конечно, последний год, весь это скандалы в системе высшего образования, это и ученые степени и так далее. Вот как вы относитесь к этому? Вот мне всегда казалось, что система образования и здравоохранения, это вот сферы, где вот все должно быть вот очень чисто, не запятано как-то. А вам не кажется, что система вот высшего образования дискредитировала себя в стране? Вот сегодня, главное я хочу сказать, что все мы понимаем, что образование, как и остальные сферы, особенно образование, должно идти в ногу со временем. И не в ногу, вернее даже, а опережать его. Теперь берем подходы. Если не менять сами подходы, если все оставить по старинке, как можно идти в ногу, ничего не делая? Значит, самое главное здесь нет безразличных. В период обсуждения текста новой редакции закона поступило от граждан предложение более 600 тысяч. От 40 тысяч коллективов поступили предложения по редакции закона. А что касается разговоров, то недовольств каких-то, ну хорошо, а у нас есть, например, люди довольны системой ЖКХ, ну кроме тех, которые, конечно, работают в этой системе. У нас что нет вопроса к пенсионному обеспечению, у нас нет вопроса к медицине, обслуживанию. Есть вопросы, их много, но эта тема другая. Я сказал, что разговоры стихнут скоро. Вот говоря о сокращении бюджетных мест, есть социальный заказ, заказ общества на определенное количество специалистов в той или иной сфере. Как же быть с этим заказом, если количество и бюджетных мест будет сокращено, и так их мало осталось, честно говоря, в стране, все больше на платной основе. Как тогда с выполнением социального заказа общества? Ну, понятно, о чем вы говорите, что сегодня экономика запрашивает вот вступление в ВТО, вернее. Это очень серьезный шаг, на серьезный шаг страна пошла. И при этом мы понимаем, что все подходы, вся продукция, все, что есть вообще в стране, все должно соответствовать международным стандартам. И для развития экономики мы должны довести экономически активных граждан, задействованных, то есть в производстве людей, планы стоят до 30%. Мировая практика сегодня, до 40% экономически активных граждан, скажем, Канады, Германии, Японии, США и так далее, имеют процент с высшим образованием до 40% сотрудников. Они идут на 60% замахнулись и уже работают в этом плане. Утверждают о том, что общество будущего только при 90% с высшим образованием... Мне кажется, у нас в стране очень высокий должен быть уровень людей, работающих в различных сферах с высшим образованием. Мы на сегодняшний день имеем экономически активных граждан, членов коллективов, чуть больше 20. И при этом говорить о сокращениях, вроде бы, это неправда. Но давайте цифры возьмем с вами. Вот в прошлые годы на 10 тысяч жителей 160-180 бюджетных мест. Сегодня на 10 тысяч жителей 800 мест. Цифра вроде увеличивается намного. Но здесь поправка есть в сегодняшнем варианте. Жители от 17 до 30 лет. И это дает примерно 22 миллиона граждан. В пересчете получаем, что в прошлом 2 миллиона 700 бюджетных мест, 700 тысяч, сейчас 1 миллион 700 тысяч будет. То есть к 2015 году мы теряем 210 тысяч, к 2020 году теряем 650 примерно тысяч бюджетных мест. Понятно, Олег Акимович. Надо идти к вам на платное. Кстати, сколько стоит обучение в вашем музее? За очно год 20, очно 30. Но идет поэтапная оплата. В два месяца раз и так далее. Но вот насчет идти к нам учиться, я хочу сказать, что завтрашний день невозможен без использования современных технологий. Идти к нам, не идти к нам. Сегодня не здание надо строить. Сегодня надо строить сети образовательные, единое образовательное пространство, электронную библиотеку общую и так далее, и так далее. Понятно. Большое спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо вам тоже. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо нашему герою. А вам, дорогие выпускники, хочу напомнить, что вы наша надежда. Вам завтра строить будущее страны. Выбирайте умом. Ваш выбор должен быть осознанным. И выбирайте сердцем. Профессия должна быть по душе. Удачи вам на сдаче ЕГЭ. Удачи вам на сдаче. Удачи вам на сдаче. Удачи вам на сдаче Редактор субтитров А. Удачи вам на сдаче.